Ребята, привет! Попался мне в руки вот такой системный блок. Это офисный системник. Платформа 1150 Intel. Процессор 2 ядра Pentium G3460. 3,5 ГГц. Я решил попробовать сделать из него некое подобие игрового компьютера. Добавил в системник памяти до 8 ГБ. SSD под систему. Поставил. Ну и, конечно, видеокарту. Видеокарту подбирал такую, чтобы процессор смог ее загружать в играх на 100%. Выбор пал на 7,750. Это простенькая видюшка, но она вполне производительная. Имеет поддержку DirectX 12. Низкий TDP. Ну, соответственно, низкий уровень шума. Как раз для такого компактного системного блока. Сейчас дюрну крышку, покажу внутрянку. Ну и проверим этот системник в играх. Ну, вот такой вот системный блок. Довольно-таки компактный. Две плашки оперативной памяти по 4 ГБ. Процессор, я уже говорил. Двухъядерный. 3,5 ГГц. Pentium G3460. Видюшка. 7,7. 50. SSD-шник под систему. Там стоит. На 60. И хард, по-моему, на 320. Старенький. Боксовый кулер. В общем, всего по минимуму. Такой блок питания Foxconn. Якобы на 450 Вт. Сейчас накатим игрушки и проверим игровую производительность в онлайн-проектах, таких как CSGO, Tanki, Warface, Dota 2. Даже попробуем, может быть, PUBG запустить, Fortnite. Посмотрим, как он справится, нет с этими играми. Все, погнали, ребят. Так, тест папка. Смотрим настройки. Система выставила автоматически. Они самые, что ни на есть, низкие. Разрешение 1280 на 720. Все на очень низкое, только текстура на низкое. Всякие синхронизации, размытие, резкость, все отключено. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Фрейм Тайм Весь в пиках ужасный Субтитры сделал DimaTorzok Играть конечно как-то можно в пак, но довольно таки сложно Управление желейное, FPS низкий, фрейм тайм низкий, довольно таки сложно управлять персонажем Так, порт Найт, параметры, QHD, разрешение и остальные настройки, качество графики, производительность Прыгаем, все жутко начинает влагать В этой игре, как мне кажется, не хватает производительности процессора Она очень процессорозависимая Если посмотреть на загрузку процессора, то она всегда практически на 100% А видеокарта не догружена очень сильно Здесь нужен более производительный процессор И в принципе, даже с этой видеокартой, я думаю, будет вполне играбельно Видеокарта загружена на 43% всего лишь в настоящий момент Хотя FPS вроде бы в районе 60 То есть при наличии процессора, более производительного FPS бы здесь, на этих низких настройках, был бы довольно таки приличный Потому что видеокарта простаивает в настоящий момент Фрейм тайм довольно таки ровный, есть, конечно, пики Но управление, ну, есть некие фрезы, но в принципе, вроде бы можно играть Загрузка процессора уперлась в сотку и, да, проскакивают фрезы Как он не разгружается Очень много фрезов, конечно, играть некомфортно При наличии более мощным процессором, например, какой-нибудь Core i3 для этой платформы Я думаю, вопрос бы решил с производительностью И все было бы нормально Так, CSGO Настройки Full HD разрешения Все на низкое стоит Принь тайм приемлемый FPS тоже, в принципе, приемлемый Уграть довольно таки комфортно Каких-то фрезов, жестких лагов, ничего такого нет Так, неожиданно Так, неожиданно Каких-то лет в общем в CSGO играть комфортно CSGO Full HD, настройки высокие никаких лагов, призов нет фреймтайм относительно ровный FPS тоже в принципе недостаточный так как вряд ли у вас 120 герцовый или 144 герцовый монитор конечно тот покупает такие компьютеры собирает, вряд ли имеет такие дорогие мониторы поэтому вполне можно рубиться в CS Dota 2 настройки сейчас стоят у нас на минимальный FPS разумеется под 120 фреймтайм ровный, низкий все в порядке сейчас изменим настройки на более высокие допустим поставим вот такие настройки так, FPS просил, но он в принципе вполне играбельный играбельный фреймтайм подрос но никаких флагов я не ощущаю настройки фреймтайм плавный все классно все классно в чем кто-то 2 играть комфортно очень даже еще бы играть не уметь и world of tanks настройки графики у нас здесь высоко у а.д. fps ну как по мне для танков вполне достаточный frame time есть какие-то пики новое управление вроде бы отзывчивая для танков я думаю не сильно критично процессор в этой игре хватает загрузка невысокая видюха загружена как положено на сто процентов играть мне кажется комфортно вполне даже на таком вроде бы кажется низком fps настройки потом поменяем на средний еще посмотрим насколько frame time падет так еще раз танки настройки у нас теперь стоят средний также по ходе разрешение fps у нас подрос был там в районе тридцати сорока сейчас пятьдесят шестьдесят frame time примерно приблизительно такой же точно принципе ровный какой-то желейности в управлении пока не чувствую сейчас прокатимся посмотрим разница только в количестве fps а так в принципе играть можно и на высоких и на средних высоких картинка по сочнее как-то загрузка видеокарты на 100 процентов 99 загрузка процессора 80 82 процента процессор не загружен немножко как должно быть это хорошо видео загружена полностью то есть процессор в данной игре видео карту утилизирует на сто процентов как положено игра gta 5 здесь есть один нюанс процессор у нас слабый и он все время загружен практически на сто процентов в итоге видюху не догружена плюс постоянно возникают эти статоры фризы такие жесткие которые не дают играть нормально соответственно здесь можно что сделать здесь можно выкрутить настройки графики так чтобы загрузить больше видюху и разгрузить проц на 100 процентов поиграл с настройками графики гта выставил на высокие настройки где-то на очень высокие какие-то отдельные параметры мне вот эти фризы и они ушли у меня процессор немного разгрузился включается видюху стала загружена на сто процентов вот так стало более комфортно играть процессор слабоват для этой игры но выкрутиться можно в принципе играть будет комфортно настройки выставил что-то на высокая качество тени очень высокая таким образом да ппс конечно упал но играть можно и комфортно в принципе и картинка стал более красиво вот так а и и и и и и и и так мы варфейс еще погоняем настройки графики у нас тут стоят средний загрузка видюхи под сотку как положено проц нормально себя чувствует в этой игре чем играть комфортно на средних настройках сейчас переключу на высокие высоких упс подпросил но играть тоже так же комфортно не критично вообще никакой жалейности все четенько быстренько видюшка загружена рот в принципе не особо достаточного кажется что по итогу по итогу теста могу сказать что принципе на компьютере надо нам можно играть несмотря на то что у него слабенький процессор конечно но как некий такой компромисс пересидеть там время пока видеокарты дорогие прочее вполне можно онлайн проекты можно поиграть дав какие-то конечно там скрипя зубами типа папга и фортнайта но тем не менее тоже можно все равно их тоже погонять при желании при большом на кс так вообще без проблем и танки тоже что вам понравилось подобный контент подписываемся на канал ставим лайки пишите вопросы в комментариях всегда рад ответить чем-то помочь спасибо за просмотр